Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о соборном послании святого апостола Иакова. Сегодня мы читаем третью главу. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекрас и неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц и пресмыкающихся и морских животных укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им богословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит богословение и проклятие. Не должно, братья, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Апостол предостерегает от желания, от страсти к учительству, когда хочется наставлять. И за этим может стоять гордыня, превозношение, желание всех поставить на место и над всеми превознестись. И он говорит о том, что говорить людям что-то произносить – это большая очень ответственность. Мы помним слова самого Господа «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». И он обращает внимание на то, что язык, он небольшой член, но он имеет огромное влияние, огромное значение. То, что мы говорим, отражается на нас, отражается на других людях и очень часто отражается негативно. Мы гораздо чаще, гораздо чаще нам приходится сожалеть о том, что мы сказали, а не о том, что мы промолчали. Часто мы говорим под влиянием какого-то минутного настроения. Нам хочется сострить, или хочется выразить наш гнев, или хочется кого-то обругать. И апостол нас против этого предостерегает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Слово может послужить искрой, которая вызывает пожар. И так бывает в истории, и бывало много раз, что какие-то слухи, какие-то разговоры, какие-то речи полные ненависти, или страха, или паники, они приводили к совершенно реальному кровопролитию. Вообще любая общественная смута, любое общественное зло, оно начинается с языка, оно начинается с разговоров. Иногда люди говорят, ну а что разговоры? Разговоры это не кровопролитие, разговоры это всего лишь разговоры. Но беда в том, что ни одна капля не считает себя виновной в потопе. Есть очень хорошее выражение, что ни одна капля не считает себя виновной в потопе. Человек думает, что его злые речи, его гнев, его раздражение, то, что он пересказывает какие-то непроверенные обвинения, какие-то непроверенные слухи, это ни на что не влияет. Но он же не является там правителем, он же не отдаёт приказов, он же не принимает каких-то решений, от которых зависит жизнь и богополучие других людей. На самом деле принимает. Жизнь и богополучие других людей зависят от того, что мы говорим. То, что мы говорим худого, это увеличивает общую массу зла в мире, это увеличивает ту критическую массу каких-нибудь злых слухов, которые в итоге вызывают смуту, которые в итоге разрушают ткань общества. Всё, что мы говорим, имеет значение, и мы должны тщательно избегать греха в этом отношении. Язык укротить никто не может. Говорит апостол, это действительно проблема для многих из нас, когда мы чувствуем, что было бы гораздо лучше, если бы мы больше молчали. Но мы не можем удержаться, мы говорим, и апостол указывает, что он исполнен смертоносного яда. В чём состоит смертоносный яд? В том, что мы проклинаем человеков, сотворённых по подобию Божьего. И когда мы проклинаем, нам всегда кажется, что у нас есть на это причины. Так работает гнев, так работает злоречие. Ни один злоречивый не скажет о себе «я злоречивый». Он скажет о себе «я справедливо порицаю и критикую каких-то плохих людей, которые действительно этого заслуживают. Я таким образом противостою злу. Я вообще молодец». Но на самом деле это именно злоречие. И мы не должны проклинать вообще никого. Потому что, говорит апостол, проклинаем человеков, сотворённых по подобию Божию. Вот это плохо. Любой человек, сотворённый по подобию Божию, даже плохой человек, человек, который нам не нравится. Может, человек действительно какой-то плохой, преступник, злодей. Мы не должны проклинать кого бы то ни было. Мы привыкли к тому, что да, вот гневаться, проклинать, ругаться – это чуть ли не критерий нравственности. Людям часто кажется, что быть хорошим человеком – значит ненавидеть плохих людей. Священное Писание совершенно не поддерживает такой точки зрения. Нет, никого проклинать нельзя. Можно обличать в том плане, что можно называть плохие вещи плохими и ущевать людей, отстать от греха. Но нельзя никого проклинать. Из тех же уст исходит богословение и проклятие. Не должно, братья, сему так быть. И это даже не вопрос, насколько хорошие люди, о которых мы говорим. Это вопрос того, что мы должны хранить наши уста. Мы не должны одними теми же устами богословлять и проклинать. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Ну, понятно, что если мы имеем источник, и из этого источника течет сладкая и соленая вода, и они смешаются, то вся смесь будет непригодна. Все испортится. Также, когда мы говорим и мы примешиваем к нашим богословениям проклятие, то вся наша речь становится ядовитой, вся наша речь становится отравленной. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная ваза смоклые. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не угите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Часто бывает, что люди спорят между собою и желают доказать, желают обосновать свою точку зрения. И бывает так, что человек уверен в том, что вот он придерживается истины, его оппонент заблуждается, и он должен на этом настоять, он должен его обличить, он должен его поставить на место. И беда в том, что иногда человек вроде бы отстаивает истину, и это действительно истина, но лучше бы он этого не делал. Получается так, что не приносит никакой пользы, а приносит только разрушение. И это бывает особенно в области религиозных споров. Люди вообще, когда они спорят по каким бы то ни было поводам, легко приходят в раздражение. Это можно видеть там, особенно в социальных сетях. Люди могут беседовать о чем угодно, о воспитании детей, о марках мобильных телефонов, операционных системах для компьютера, о лечении болезней, о чем угодно. И при этом страшно переругаться там насмерть. Ну, когда люди спорят о политике, они уже начинают ругаться даже раньше, чем и начали разговаривать. Но, к сожалению, та же привычка ругаться, она приносится людьми и в область веры. И тут, к сожалению, становится еще хуже, потому что человек думает, что я же ругаюсь не за какие-то мирские вещи, я ругаюсь за истину, я ругаюсь за святыню. И тут уже совершенно сносит тормоза, и человек начинает уже вести себя весьма недостойным образом, думая, что он этим сражается за истину. И вот апостол говорит, что если ты действительно мудрый, если ты действительно разумный, докажи это добрым поведением и с мудрой кротостью. Когда человек претендует на то, что он причастен к духовной спасительной истине, это должно проявляться в его поведении. Когда там двое верующих людей спорят, и спорят с большим раздражением, и со стороны это выглядело бы смешно, когда бы не было так грустно. Если ты действительно находишься в общении с Богом, если ты действительно принадлежишь к истине, что же покажи это своим поведением? В другом месте священного Писания у апостола Павла говорится, что плоды Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И важнее проявлять эти плоды, потому что даже если вы будете выкладывать какие-то совершенно справедливые аргументы, и вы вообще будете богословски правы совершенно, если вы будете делать это с гневом, с раздражением, со сварливостью, люди вам не поверят, и, в общем-то, будут правы, поскольку тут очень важно и только то, что вы говорите, но и то, как вы говорите. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Мудрость, сходящая свыше, она мирна, она не полна ярости и гнева. Падший человек, он всегда полон ярости и гнева, он всегда очень раздражительный, он всегда страшный и недоволен. Но мудрость, сходящая свыше, она мирна. Да, конечно, в этом мире очень много всего неправильного. В этом мире есть грехи, навлекающие гнев Божий. Но для нас правильной реакции не будет гнев. Нам не заповедано гневаться. Гнев человека не творит правды Божией. «Наша мудрость должна быть мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Очень трудно быть беспристрастным, поскольку мы так устроены, что мы сбиваемся в племена, мы сбиваемся в те или иные группы, люди занимают ту или иную политическую позицию. И по тем или иным поводам люди поддерживают своих, и они сразу начинают воспринимать оппонентов своей группы как ужасных злодеев, своих как хороших. И вот мудрость, она беспристрастна. В том плане, что мудрость богожелательно, мирно, спокойно относится ко всем людям. К тем людям, которые по отношению к нам свои, и к тем людям, которых мы своими, может, не считаем, но мы должны быть беспристрастны. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Когда люди приходят в ярость, люди конфликтуют, люди устраивают свары и препирательства, они делают это ради чего? Ради правды. Я еще не видел, никогда в жизни не видел человека, который бы устраивал конфликты из-за лжи. Нет, конечно, он себе так никогда не скажет, он всегда будет подвязаться за правду. Почему-то со всеми переругался, почему-то со всеми перессорился ради правды. Почему-то в такой ярости ради правды. И апостол говорит, нет, на самом деле не правда это. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Именно если ты хранишь мир, именно если ты удаляешься от ярости, гнева и сварливости, вот там и будет явлен плод правды. Совсем не там, где ты приходишь в ярость и гнев. Мы с вами прочитали третью главу соборного послания святого апостола Иакова. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok